Я хотел сказать следующее, что поскольку я интуит, а Светлана знает все, она знает ситуацию, она может найти, тут же объяснить причины, мотивы того или другого поступка, но она их не выпячивает, они у нее все закрыты. Я пошел для того, чтобы, ну что ли, для себя, она для меня составляет какую-то тайну, и я хотел поучиться этому качеству, каким же качеством обладают Владимир Хатиненко, Валера Золотуха, как автор. У них свой ракурс какой-то, взгляд на жизнь, но они не... Мы воспитаны на таком правильном кино, которое объясняет все, все раскладывает по полочкам, мне, как зрителю, все понятно, и я ухожу с понятием, что вот это хорошо, это плохо. А вот в таких фильмах, которые снимают Хатиненко, вот, и то он сейчас, не знаю, свое... Да, у него, пожалуй, тоже свое кино, Света свое кино снимает. Ну и всегда это интересно, как они, чем они руководствуются. А это все тоже, может быть, на уровне интуиции происходит, своей какой-то художественной. Вы считаете, что такое понятное кино – это плохо? Что? Вы считаете, что такое понятное кино, где хорошо... Почему? Нисколько я так не считаю. Просто интересно, что кроется за тем, за неотвеченными, как сказать, за неотвеченными вопросами, которые я себе ставлю во время, смотрю кино, а вот это что, а вот это, а почему так они... И поэтому я иду впрямую, когда сталкиваешься с человеком, знаешь лично и поближе, тогда можешь отвечать на вопросы, которые в картине уже тебе будет что-то ясное и понятно. Ну, в общем, я рылся в этой загадке, вот, и все, и пошел поработать, потому что интересно, и свой стиль, свой язык, она очень хорошо объясняет, она очень образна, и я пытался там что-то как-то существовать в ее, так сказать, психологическом режиме, но не знаю, соответствовала ли я тому. Она ведь не скажет, как интеллигентный человек, суперинтеллигентный человек, она ведь не скажет, что я там сделал так, как она хотела или нет.